Я не верю своим глазам, господи, это что-то невероятное. В животе там вот это... Они живые, господи. Оставьте людей в покое. Стоп. С актерами бывает... Ну, подоконнее. Ну, в локтейте. Подолгу, подолгу службы, да. Меме-меме! Вот так! Третья сцена будет сложная. И она блюда. На ней мы посидим. Потому что какой-то странный парень, который приговоряется... Познакомьтесь, пожалуйста. Ростислав, Милёш, Антон. А я вас... Сник, я пакетку буду вас взять. Вы можете обращать. Это скаут, локомотивы. Ну, он пришел посмотреть на... Ну, значит, на самом деле, у него сейчас проблема с дегами. Он сейчас просто пытается шеплить немножко денег. С вас, потому что типа платежи из локомотива. Тут Леша, по идее, должна видеть, потому что он левша. Ну, скажите, просто замените все слова. Хотите поменять местами? Скажите, я правша, я левша. Скажи правша, да, это неважно. Вы можете поменять? Хотите сказать, в принципе. Хотите реплики поменять? Не, ну, пускай люди должны знать, что Леша левша, а ты правша. Говорите, как можно меньше. Правильно, я понимаю? Ну, да. Ладно, наша... Мне про Грейда. Вот и вся история. Она проста. Всем привет, с вами снова Кирилл Брейда. И это последний выпуск первого сезона Лока Влог. И начинаю я его в Ивантеевке. И посмотрите, кто у нас там. Братья Миранчуки. И мы на съемочной площадке сериала «Вне игры». Сериала, где локомотив в центре внимания. И по сценарию на один турнир пришли Миранчуки, как одни из главных действующих лиц в качестве... И Миранчуки пришли на обычный турнир, чтобы показать мастер-класс, ответить на вопрос... Итак, тишина. И у нас сейчас будет съемка реальной сцены, где мне позволено в качестве блогера участвовать, как это есть на самом деле. Итак, друзья, встречайте, почетные гости нашего турнира! Игроки сборной России в Московском Нового Дня! Это сами братья Миранчуки, посмотрите, друзья. Это братья Миранчуки. Я не верю своим глазам. Господи, это что-то невероятное. И они действительно рядом, они живые, господи. Ну что же, сейчас будем снимать еще один дубль. Есть предложение, что я несколько переиграл. Итак, друзья, встречайте, почетные гости нашего турнира! И вот приехали Миранчуки, что-то невероятное на обычный, казалось бы, турнир в Ибантеевке. Пришли братья Миранчуки, Антон Миранчук, Леша Миранчук. Ребят, привет! Привет! Так, не будем вам мешать. Итак, что скажет режиссер? Теперь все, первую сцену сняли. У тебя все получилось? Да, я справился. Я не понимаю, это про интернет. Все дуры, это про беременности. Вы знаете, мы 9 месяцев провели вместе в очень стесненных условиях, поэтому, думаю, нам на поле хватит места. Поэтому на поле, думаю, нам хватит места. Поэтому, думаю, на поле, нам хватит места. Тем более, я правша, он левша, мы отлично дополняем друг друга. Вы можете вот бежать и вести мяч одной ногой, другой ногой. Я просто с камеры вот так параллельно проеду и выйду уже на лицо. То есть какую-то проводку с мячом. А почему мне надо двумя ногами вести одну ногу? Я просто не знаю, как это делается. Ну, просто как в игре, одной ногой вот так ведут и все. То есть ты бежишь, одной себе постоянно его пинают, да? Ну, вот так вот, да. Вот раз, два, вот так вот. Хотелось нить побыстрее, но, разумеется, все решили взять у братьев-бранчиков автограф. Это немного затянуло рабочий процесс. Алексей, все привыкли, что на поле один меранчук. Вы не боитесь конкуренции со стороны братьев? Да нет, вы знаете, мы 9 месяцев провели вместе в очень стесненных условиях. Поэтому думаю, на поле на хватит места. Тем более, я правша, он левша. Мы отлично дополняем друг друга. Вот они, настоящие братья, настоящие звезды футбольного мира. Давайте их еще раз поприветствуем. Это братья-мирюнчики, которые успешно справляются и со второй сценой, по поводу которой им необходимо раздать кучу автографов. Все, все, оставьте людей, пока оставляем людей, все, 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 расходится, все. Все, все, расходится, все. Вот они, настоящие братья. Это братья-мирюнчики у нас в гостях, настоящие звезды мирового футбола. И все, берут автографы. Все у нас, все, второй дубль. А ребята уже отлично с этим справляются. И прямо сейчас вырывается главная акция, и всех растолкивает по сценарию. Расходимся, расходимся, все, все. Мы могли ребят поначалу дать нам возможность... Виктор, с финальной фразой, да, настоящие браки, настоящие игровые звезды. Замазали фирмам у гоупро, и сейчас будем еще раз снимать эту сцену. Приготовились, тишина, внимание. Что, у меня там роль, я не могу. Ты что, в другом сериале сейчас над нас? Ну, я буду привезти ее. А вот до куда? Что у нас ребята, вот двое. Это вот они имитируют эту всю толпу, все остальные так сильно не сгревают. Актеры, массовый сцент, чуть-чуть буквально под рукой. Так, смотри, сам камера довернется, что нужно касаться с этой стороны, где здесь стоит. Мотор, камера. Тишина, приготовились и начали. Настоящие братья, настоящие футбольные звезды. Давайте их еще раз поприветствуем. Так, Тох, улыбнись, улыбнись, посмотри. Как, 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 все. Оставьте людей в покой. Расходимся. Все, все. Каждую паузу между сценами массовка используют, так как возможно сфотографироваться. С братьями наш Лока-Влог попал в одну из сцен, потому что режиссеру понравилось это задумкам. В принципе, абсолютно логично, что ему это понравилось. Виде-блогер? Нет, я не виде-блогер, я работаю блок-мотивом просто. Но влог-то у тебя есть? По долгу службы, да. 17А, сцена. Приготовились. И начин. Дальних родственников, друзей детства, о которых вообще никто не слышал. И всем нужны деньги. Совесть, мидия. Друг. Только что отсняли очередную выдающуюся работу «Братьев Миранчуков». В рамках сериала «Вне игры». Сериал появится относительно скоро, но я думаю, что ближе к делу вы обязательно узнаете, что это сериал. В центре этого сериала футбольный клуб «Локомотив». Бывшая легенда «Локомотива», который играл в свое время с Ласьковым, сходя из сценария и теперь работает скаутом в клубе. Вот. И он сейчас, соответственно, вот в этой сцене просил деньги у Миранчуков, ибо жизнь у него сложилась не совсем удачно. Хотя, с другой стороны, он же скаут «Локомотива». Почему неудачная? В общем, ну разберемся уже, когда будем смотреть. Ты готовишься? Ты? Над! Сейчас по сценарию «Братьев Миранчуков» все-таки шарится над главным героем, подадут ему долг. Я вспомнил, у нас фотографии везде ходили за вкуса. Это реально круто. Сейчас, как перед тем, тебе должен брать. Сильный. Стоп! Извиняюсь! Стоп! Стоп! Не говори, ну сейчас. Слушай, я вспомнил, что фотографии везде в кузе. Стоп! Стоп! Они как бы молча приняли это решение. Они как бы молча приняли это решение. Они как бы молча приняли это решение, чтобы это не взялось ни на культуру. Да, и ты так поворачиваешься. Если брать, и не надо даже осуществлять, не надо же подумать, а теперь смотреть на культуру. Какие вопросы? Стоп! Стоп! Доброе. Ребята, нормально. Это снято. Переместите. Одну камеру вот сюда, а вторую сюда. Ребята. Этот кадр снято. Снято. Приготовились. И начали. Слушай, я вспомнил, два фотография визита у президента в клубе. Ты реально круто. Да, очень круто. Стоп! Я сам что-то не разговариваю. Ну что же, все-таки сняли. Как вам эмоции? Какова работать с футболистами? Насколько тяжело? Что? С актерами бывает. Куда сложнее? Хорошо. Как эмоции? 5-13. Ну, честно говоря, весело, прикольный процесс. То есть, очень интересно на самом деле все это. Бывали стены с несколькими дублями. У тебя было прям такое, хоть бы услышать стоп снято, а не просто стоп. Ну да, вот сейчас, в момент, когда я на кастерку уже смотрел, назад. Я уже не мог держаться. Вот, поскольку есть такой смешок. Очень хорошо, но, ребята, пожалуйста, не здесь. Вот туда, вот туда упадем. Так что интересно будет посмотреть, что там выйдет. Спасибо большое. Рассказать что-то мне. А ты как? Я супер. До свидания. До свидания. До свидания. Закончился трехчасовой съемочный день для наших футболистов. Братьям понравилось. Смотрите, скоро сериал, футбольный сериал о Локомотиве. Как я уже говорил, будут анонсы обязательные. Этот сериал снимает компания Yellow Black & White. Вы знаете эту компанию по сериалу Кухня, Отель Леон. Так что, я думаю, уровень должен быть неплохой. Так что, поскорее ждем анонсов. Ну, а братья молодцы, братья справились. Но рай, да точно. А вот и вторая часть заключительного выпуска Лока-блога. Мы в Ростове-на-Дону, совсем скоро начнется матч. А пока в преддверии игры ребята приехали и нашли старых друзей из другой команды. Прямо увидим, раздевились, общаемся друг с другом. Очень красиво выглядит, но через час они все уже будут не друзья, а соперники. Тут наш большой друг, замечательный вратарь Илья Абаев. Привет. Соскучились группы Илье. Он в Ростове. Привет, Павел. Приятно увидеть. Очень приятно, да. Ждал вот этих двух Гавриков после всех остальных. Ура, ура, ура. Чуть ли не во всех выпусках у нас были матчи. Матчи показывать тяжело, потому что это же не хайлайты. Тут нужно как-то что-то интересное придумать. И сегодня я придумал, как мне кажется, что-то очень интересное. Мы будем смотреть матч вип-ложи вместе с Ильей Геркусом. Илья Абсов. Ничего не вон. Он даже не видит, потому что перед самым упадом не видит героя. Бей, бей, бей! Очень медленно. О-о-о! Саня тоже саня. Был? Конечно, получится. А кто это флир? Флирманд. 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 Три-то раз уже ошибаюсь. Забай запресс. Чем ты развязываешься? Да, шел вперед. Эй-эй-эй-эй-эй! О-о-о! 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 Ты че, обалдаешь? Ну, это свободно. Игра лежа. Да какая игра лежа? Они вот с заниманием прыгают. Он не хочет, не хочет уже играть за игру. Вот игра лежа. Они по нему проходили, а то, что там... Иди! Или вот сюда, 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 сюда. Запекайте. Выдавливайте. Вот. Все подозреваются. Блин, если он сейчас не даст карточки? Не дает. Опять не дает? Сейчас карточки не было, но фолк был. Не, ну как-то не было, конечно, это самое... За зарпуск... У вас хватает силы потратить. Уходил свободный. Разгорнался. Ну, какая разница? Ну, пойду в атаку. Нет. Сейчас карточки не было. Г clever... Не надо, не надо! Всейн, всейн, всейн Первый удар, сразу в сторону Статистика У них 0, да, в сторону Бросай, бросай! Блин, это всё Нормально, я считаю Ни секунду, показал, что он их прочитал Ни секунду, показал, что он их прочитал Красиво, не пробей Ой, ой, ой Давай, давай, давай Блин, б** Поздравить-то ногу Кто там не был, тварфан? Да был, ряд зубов, прочитай Катись туда, катись Притормозил ещё Не поверил, что пройдёт, да? А чё притормозил? Ой Ладно, до 75-й минуты не пустят Дальше этот опасный период так закончится Это очень наша тема Да Да Можно на Айдар или нет? Да, да Ну, 75-й 75-й, да Да? Да? Мы чё, Микдегова написали? Проходили? Я так Фарфанова, блин Чтоб ты запаса отдал Аааа... Третью одн облогу ходили Да то, надо было Фарфанова направо Да нет, мы просто нистерки, пойдем отдай нистерку Ухам, chol went Ухам ничего не касался Ухам, quel Чё вправо Ухам, чё 나는 VAR współ Мне оказалось, что сейчас я нам его дал на ход и он сейчас ворвется, а он дал ему туда угол Куда он идет? Иди Ну Ну Вот так Белая, есть перчатка, да? Включирует ско. Что там выехали? Что там? Ху-ху-ху! Выбей. Все! Значит, это исторические кадры. Вот и подошел к концу заключительный выпуск первого сезона «Локаллок». Всех обнимаю, всем благодарю за лайки, за комментарии, за дислайки. Еще обязательно увидимся и услышимся, поэтому прощаемся.